Я жадничаю, купила себе хурму, а муж берёт, а мне жалко, вот купил себе мандарины, пусть их ест. Ух ты какая, Оксана, я такая же. Я купила тут тоже вкусненького, и муж... Я это не буду, я говорю, давай, значит, на двоих купим, тебе и мне, я знаю, что ты будешь. Я хочу своё сама съесть, а это будешь сама есть. Ой, это будешь сам есть. Ну, ничего, он отказывается и съедает моё. Я обешусь, я злая, но это было моё желание, опять же, надо разбирать, почему я хочу себя лишать чего-то. Почему я хочу себя лишать удовольствия. Где я в жизни лишаю себя удовольствия? Ведь хурма — это всё просто, ну как, метафорично. Наш внешний мир — это иллюзия, это метафора того, что происходит в нашем мышлении, в нашей голове, в наших чувствах. И сейчас вспомнила этот прикол, мама купила конфеты, белочку. Это было буквально недавно, недельку назад, там парочку недельки. А я купила очень много других конфет. И мама говорит, давай я тебе белочку отдельный пакет куплю, ну такой большой, внушительный пакет. Я говорю, да зачем, я купила себе очень много конфет. С нами ещё была подружка моя, Вика, и по совместительству та, которая развивает наш общий бизнес-дело. Ей всё равно, какие конфеты есть, там, белочку, или которые я купила. И она мамину белочку потихонечку-потихонечку начала есть. Вы не представляете, какой у нас был скандал. Просто от того, что мамину белочку начали кушать. Это просто, это была истерика. Да как вы смеете, ешьте свои конфеты. Вот как ты сейчас написала про апельсины. Ешьте свои конфеты, что вы мои трогаете. Мне жалко, там, у неё там слёзы из глаз. Истерика, топанье ногами. Взрослая женщина, блин, истерит из-за того, что её конфету белочку съели. Говорю, мама, посмотри, у нас ещё 10 вариантов разновидностей других конфет прикольных. Нет, я хочу свою белочку. О чём это говорит? О том, что мы... О чём это говорит? Надо подумать. Я так и не разобрала, получается, что он мне говорит. И, видать, это меня трогает. Раз меня трогает, сразу появился человек, который мне это напомнил. Ага, понятно. Так. Я жадная. Надо жадность посмотреть. Это и не плохо, и не хорошо. Быть жадным. Это хорошо, потому что, если бы я была бы суперщедрая этой крайности, я бы смогла бы отдать и почку, и сердце, и лишить себя жизни. Но другим-то важнее органы отдать внутренние. Им тоже жить хочется. Почему бы не поделиться, аж щедрое. То есть жадность — это хорошо. Жадно отстаивать свои границы, жадно впитывать знания, жадно впитывать радости. Ну, то есть жадность — это что-то впитывать. Может, я впадаю в крайность, слишком много делюсь, да, и жадничаю для себя. Может быть, так. Очень надо ещё подумать. Наш внешний мир весь — это просто проекция того, что находится в нашей голове, наших чувств. И если мы где-то на чём-то зациклены, оно сразу раз нам и показывает. Нам остаётся только этой киношкой наслаждаться, да, и осознавать причинно-следственную связь. Каким мышлением и для чего мы это создали, если нас это не устраивает. Если устраивает, благодарить, кайфовать, радоваться этому событию, ну и жить дальше, как говорится. Вот, видать, я с мамой этот шаблон не доразобрала. На примерах вам понятно, да, как с собой работать? Я из жизни эти седплёвины вам рассказываю просто для того, чтобы... Ну, не потому что выговориться и поболтать, нет, а чтобы вы на примерах понимали, ну, как рассуждать, как работать. Хотя поболтать я тоже люблю. Так, кинологи. А, кинологи, это вот, всё, я поняла. Спасибо, что напомнили. Я хоть слово запомню. Те, кто с животными работает, с собаками, с кошками. Как очень страшно в кино, там коту в лоток наложили. Ох, нифига себе, это я, получается, столько сообщений пропустила, ещё не дошла до низ, если вы только про кота пишете, да? Сейчас я быстро полистаю. И никто, главное, не уходит. Слушайте, я с вами, по-моему, уже третий час, да? Так, сохранить эфир, хорошо. Спасибо, очень много комплиментов. Вы верите в астрологию? Да, верю в астрологию, потому что я эту луну сама создала для того, чтобы себя познать. Как бы не она на меня влияет, а я её создала, чтобы о себе что-то узнать, то, что я в себе не вижу. Наш мир — это проекция нас. То есть я, это не моё тело и мой ум только, да? Я — это больше, чем тело. Я вообще, получается, есть этот творец и Бог. Мы все один единый коллективный разум. И мы воплощены во всём. И всё вокруг нас, мы как с точки наблюдателя позиции находимся, с точки наблюдаем. Наблюдаем весь наш мир, который мы творим, каждый своим мышлением. Естественно, в моём мире та луна ретроградная, куда она там зашла, или там Марс, или Юпитер, или Сатурн, что там, оно всё зашло и сложилось для того, чтобы мы себя изучали. Каждый миг вокруг нас, это же, ну, так и ножка, это воплощённая, уплотнённая форма наших чувств. И всё. Уплотнённая форма наших чувств. Мы себя познаём через уплотнённую форму, щупая, наблюдая, смотря. Каждый баннер, который на улице висит, — это всё про нас. Все ответы на вопросы, они во всём вокруг нас. То есть в воздухе витают все ответы на все ваши вопросы, обо всём. То есть весь мир — это сплошно большой ответ. И астрология — то же самое. Проекция, которую я создала, чтобы считать какой-то ответ на мой вопрос. Здесь, сейчас Луна и созвездия сложатся для меня именно таким образом, какой ответ мне нужен сейчас. Я не в Луну верю, что она на меня влияет, или планета. А она просто создана мной же, мне же, в сейчас, для того, чтобы что-то познать. Но я могу почитать астрологический какой-то прогноз. Он только на здесь, сейчас. А потом, если у меня меняется мышление, а мышление может меняться только в одном случае, если вы прорабатывали шаблоны. Так оно не поменяется. Вы как родились, так и будете всю жизнь жить. У вас определённая схема, говори, жизненная, запрограммированная. Мы запрограммированы на жизнь эту, и у нас есть определённая программа. И мы не можем уйти с этой программой, если мы её не меняем. Понятно, что там всякие вирусы в эти программы потом внедряются. Ну, мы когда взаимодействуем, мы всегда друг другу программу можем это поменять. Но она поменяется, если вы в рассуждениях как-то эту программу вместе с кем-то осмыслите. Ну, это ладно, неважно. Это сейчас в другую степь похожу. Что я хотела сказать? Вы живёте по определённой программе. Кто-то называет там рок, судьба. И если вы будете менять своё мышление, ваша жизнь, получается, меняется. Если вы за полгода поменяли кардинально своё мышление, и вам сделают ещё раз прогноз, то у вас будут звёзды совершенно в других вообще созвездиях. Там всё по-другому будет говориться, всё по-другому интерпретироваться. У вас совершенно будет другое прошлое, другое настоящее, другое будущее. Но всё поменяется, если вы меняетесь здесь, в голове. Поэтому как бы и верю, и не верю. Я верю в себя, получается, а не в себе. Читаю дальше сообщение, сейчас найду, на что ответить. Так, про кишечник ещё, да, пишем. Кишечник заполнен, значит, там газы, потому что кишечник заполнен, стенки слабые. Весь внешний материальный мир — это следствие. Да, слабо, да, проблема, да, там болячка, да, там камни, да, там червяки, там, неважно. Вот, это всего лишь следствие от вашего мышления. И вот ниже классно сказали. Газ от сдерживания. Такие мысли. Ну, то есть, что вы какие-то мысли, эмоции сдерживаете, подавляете. Кишечник надувается, то есть, ты на кого-то дуешься. Да, то есть, сначала идут чувства, которые воплощаются, и нам показывают сигналом этого в нем, в материальной форме какой-то. Наши болячки — это следствие нашего мышления, следствие наших убеждений, следствие того о том, как мы думаем, как мы живём, то есть, как мы проявляемся. Молочку отмените, посмотрите, как отреагируют. Да при чём тут молочка? У нас даже тела нет. Мы киношка смотрим, нам кажется, что есть. У нас даже тела нет. Устала от панических атак. А вы себе адреналин даёте, потому что вы не живёте, и вы как мертвец, вы не идёте в новое. Вот, и адреналин нужен, чтобы оживить мертвеца, да? Когда человек в коме уже, его оживляют адреналином. Вот вам адреналина не хватает. Вы всё время себя пытаетесь разбудить. Спите на ходу, ну, потому что в позиции жертвы находитесь. И ваше сознание уже начинает просыпаться, но вы ещё пока в это не верите, не осознаёте, не знаю. В этом направлении не хотите двигаться. Вы так наполовину спите, наполовину просыпаетесь. И у вас есть желание проснуться, да? И вы себя постоянно будете этим. Адреналин нужен для движения, для жизни, да? Панические атаки. Самое, что интересно, клин клином вышибается. По-другому никак. Панические атаки, потому что страшно. Вот. А страх, потому что вы боитесь жить. Чтобы страхи ушли, вам нужно жить. А жить — это идти в страх. Жить — это идти в неизвестность. И самому сложно вот этот барьер перейти, пойти в страх. Поэтому вам нужен, наверное, психолог. Ну, поработайте с ним. Или с любым поработайте с психологом, кто работает со страхами. Не хватает вам идти в новое. Ну и плюс надо ещё выбрать психолога, который понимает, что мир — это следствие реальности в вашей голове, а не причина. И что внешний мир на нас не влияет вообще никаким образом. Вот ищите таких специалистов. Такое слово классное написали. Самобичевание. Я бы и про кишечник бы сказала, и про панические атаки. Если я хочу сделать пластику подбородка, это желание нормальное или я не принимаю себя? Да, хороший вопрос про пластические операции, вообще про врачей, про докторов, что-то изменить. Здесь нету ничего плохого и ничего хорошего. Это нейтральная ситуация на самом деле. Мы же чистим зубы не потому, что мы хотим себя улучшить, хотя и не для того, чтобы они разрушались. Это у нас такой шаблон, что если мы не почистим зубы, то они будут разрушаться. Вот посмотрите, там эти африканцы в прериях живут, и у них белоснежные идеальные зубы, никогда не было кариесов, и они их никогда не чистили. Ну, тут дело в голове. Если вы хотите пластику сделать подбородкой из-за того, что вы себя не любите, и пока вы этого не понимаете, тогда вам впрок-то не пойдёт этот подбородок, и что-то будет не так, и сделает вам что-то не то, вам это будет не нравиться, вы ещё больше себя не будете любить, потому что мы себя бьём по голове больнее и больнее, когда каждый раз пропускаем эти сигналы. Если вы это делаете из других чувств, из изобилия этих чувств, то, что вы любите себя, и ваша переделка — это не переделка, это не изменение, как изменять себе, не принимая себя таким, какой есть, а ваша переделка — это следствие того, что вы себя любите, и вы просто меняетесь, познавая себя разную, познавая себя творчески по-новому. То есть вы делаете себе красоту не из-за того, что вы некрасивый, а просто вы разный, просто вы меняетесь. Каждое наше действие в жизни, нет правильного или неправильного, есть то, с какими чувствами вы это делаете. Каждое ваше действие, каждая ваша эмоция, каждая ваша мысль, она не может быть правильной или неправильной. Она может вас тормозить, и одновременно может двигать вперёд, расширять, наполнять жизнью, и делать вас счастливым, любовью наполнять. Каждое ваше действие в зависимости от какого состояния вы это делаете. Поэтому честно признайтесь, вы себя любите или вы себя не любите. То есть из какого действия вы это делаете. Ничего не вижу и не отрицаю в хирургах. У меня хирургически внутренняя перегородка носа была сделана. Хотя мне говорили, давай внешний нос поменяем, типа поуже или ещё что-то. Я говорю, внешний мне вообще не меняйте нос, только перегородку, потому что я дышать не могла в детстве. Я 20 лет с детства пыталась попасть к врачу, и всё время не получалось. То я боюсь, то у меня нет таких финансов, то постоянно что-то не складывалось, то времени нет, то желания, то ещё что-то. А может так пойдёт, может трансформирует. То есть я 20 лет не могла сделать этот нос. Но внешний мир – это же следствие моего мышления. Просто моё мышление было не готово. Но как только я поняла, почему я не дышу, начала с этим работать, прорабатывала. Ну, прорабатывала достаточно долго своё дыхание. Вот. И то не до конца. Но большие были сподвижки. И что вы думаете? Я случайно, вот просто, случайно-неслучайно, понятно, случайно-неслучайно попадая в больницу, на карантине, когда всё закрыто, в самую офигенскую Москвы, в закрытую частную дорогую клинику, чуть ли не даром, мне делают операцию, я не успела даже опомниться, меня даже не спросили. Это было настолько, как вот во сне. Оно просто произошло само собой. Знаете, вот пазлы сложились просто в каком-то потоке. Оно просто взяло и сделалось. Я не напрягалась, не готовилась, не строила план, специально туда не шла. Всё должно в жизни быть в потоке. Это даже не под настроение, говорится, а вот оно как-то само должно всё решаться. И вы должны, ну, не плыть как говно в проруби, вы должны быть осознанным человеком и понимать ваши действия, наполняться кайфом, радостью, счастьем. Вот. И оно всё будет подстраиваться. И вот обстоятельства подстроились, когда я была готова, ну, здесь в голове, готова была дышать, то есть принимать этот мир, отдавать там в этот мир что-то. И раз, и оно случилось. То есть я не отрицаю врачей. Хотя не исключаю, что если бы я не попала к этому врачу, у меня бы нос, там, перегородка бы, я вот проснулась бы, и она бы исправилась. Такое тоже возможно. У меня нет такого шаблона, что такого невозможно. Но вот сложилось именно так. Почему-то я захотела поиграть с врачом именно вот в такую игру. Так что я не отрицаю врачей. Ходите там, я не знаю, хоть третьи руки себе пришивайте. Для эксперимента просто, для новенького. А меня сократили с работы, всё, нос открылся и дышит. Круто. Очень. Так. Я часто обесцениваю себя и свою работу. Лёгкая депрессия. Вот когда вы себе в этом признались, сейчас понаблюдайте за собой, потому что у вашей души появится новое желание, чтобы эта депрессия прошла, чтобы появилась радость, и чтобы вы начали себя оценить. То есть как только мы обнаружили, признались, появится новое желание. Теперь наблюдайте. Просто у нас же весь мир творится нашими желаниями. И чтобы эти желания возникали, нам нужно осознать ещё противоречивые желания. Вот вы осознали, что я вот свою работу ненавижу. И всё, и поэтому обесцениваю. И вообще обесцениваю себя. Как только вы это признали, почувствовали, у вас будет перемена. Надо вообще признаваться в себе. Да, меня это трогает, да, меня это обижает, да, вот это меня вгоняет депрессию. Проживайте свои чувства, разрешайте всем чувствам быть. И они будут под вашим наблюдением меняться на клёвый. Потому что будет появляться новое желание. Так. Ижога — это повышенная кислотность. Очень болезненно. А я вот даже её и не испытывала. А я просто перестал есть мясо. Но что-то вы осознали, и даже, может быть, ну как бы не обратили на это внимание. И как следствие уже киношка показала вам, что вы якобы отказались от мяса. Но вначале было здесь, в голове. У нас сегодня праздник. Я в клубе, и ты тут. Как можно в клубе ещё прямой эфир смотреть? Там надо танцевать, наверное. Ижога — это и серия агрессия на себя. Может быть. Кто ты по дизайну человека? Просто интересно. Слушайте, мне уже три раза его делали, я всё время забываю. Но я генератор — это точно. А что там дальше, я не помню. И у меня, по-моему, селезёнка. Что-то с ней связано. И у меня всё открыто. Блин, не помню, короче. Кто дизайны мне делал, напишите потом. Реально, я не помню. Я талантливая. И за всё, что не возьмусь, всё делаю хорошо и с удовольствием. Но деньги убегают от меня. Хочу не зависеть от мужа. Почитайте книжку «Деньги». Она стоит там 500 рублей. Школа учит тому, что есть один ответ, и этот ответ считается правильным. И не учат детей искать ответы. Так. Это я уже, нифига себе, час назад проходила. Представляю, сколько вы там написали. Я столько сообщений пропускаю, потому что очень много. Я не могу, ребят, извините, на все сообщения отвечать. Вот просто, ну, не успеваю. Где-то какие-то сообщения похожие я пропускаю. Пару эфиров назад вы рекламировали фильм. Господин Никто. Так, а вам уже ответили. Понятно. Каждый усвоит свое, что уже есть в своем скворечнике. Согласна. Так. Как не создавать детям шаблоны, если сами иногда не знаем, какие у нас самих шаблоны? Как одновременно устанавливать какие-то правила без шаблонов? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. На который, наверное, всю жизнь будем искать ответ. Но, наверное, он будет такой один и обобщенный. Заняться собой. Дети вас копируют. Все в порядке. Займитесь собой. Когда вы занимаетесь собой, вам нет дела учить других. Детей просто надо любить, вдохновлять, узнавать, чего они хотят, помогать им в этом. Не ограничивать их. Не бегай, не ходи, ешь. Не заставляйте его делать то, что он не хочет. И когда вы с ним общаетесь, спрашивайте у ребенка мнение. Когда он научится выражать свое мнение, блин, ему так в жизни потом это поможет взрослому. Очень большая проблема у мамочек, знаете что? Решать за детей все и не давать им высказать свое мнение. Вот отсюда все проблемы. У меня в книге как раз про зубы написано. Зубы у детей, проблема в родителях. Потому что они их ограничивают в мнении. Они не дают им очень много решать. И вот отсюда проблемы с зубами. Там надо книжку читать, одну вытекает из другого. Если дети капризничают, не надо их успокаивать. В том плане, что... Ну и потакать им тоже. Вы просто себя спросите, а где я капризничаю? Где я веду себя как ребенок? Почему я не хочу разобраться в этом вопросе? Самое, что интересно, дети из зеркала, они тут же перестают капризничать. Как вы понимаете, что это вы так поступаете сами-самой. Если дети буянят, там, рушат все, посмотрите, где вы разрушаете там свою жизнь, свои планы, которые хотели сделать... Планы имеются в виду не на жизнь, а планы там на ваши желания, планы на ваши хотелки, на ваше удовольствие, на ваши радости. Какое вот все. Где вы разрушаете? Если дети вас не слушаются, а спросите себя, хотели бы вы жить как марионетка, чтобы вам навязывали, как жить, и вами командовали, и вы бы не могли бы жить. То есть это все успокаивает, чтобы, блин, не доставать детей. Когда мы себе не позволяем что-то, когда мы себе много чего не разрешаем, мы это все взваливаем на детей. Обычно родители, там, в большинстве в своем случае, пытаются вырастить из детей то, что не получилось у себя исполнить. Отдают в те кружки, которые сами не смогли пройти, отдают туда, хотя детям это не нужно. У них свой путь, свои предназначения, которые нужно в детях рассматривать, а не навешивать свои желания. Там, я всегда хотела стать балериной, и все, поэтому мне ребенок идет на балерину. Я знаю, что это ему лучше. А да откуда вы знаете, что ему это лучше? Не факт. И дети, они... Не думайте, что они неосознанные. Вот, между прочим, дети сейчас, потому что всегда так были, они мудрее родителей. Вот у детей надо учиться. Вот они вас точно научат, как жить. Как жить свободно, легко. Главное, правильно. Ну, правильно в плане для себя правильно, а не для общества. Ну, как не навешивать еще? За собой следить. Так. Ой, я чувствую, я очень много пропустила. Прям столько сообщений. Не слышишь другого человека. Я всегда права. Есть только моя правда. Может, это транслировала мама. Да, скорее всего, моя мама могла это транслировать. Про хурму и белочку, да-да-да. Есть мое мнение. Поэтому не слушайте меня. У каждого есть свое мнение. И каждого. Правда сама по себе ложь. Она всего лишь грань одного целого огромного алмаза и большой картины мира. Каждый этот пазлик со своей... Правда этот пазлик составляет целую картину. Поэтому выхватывайте ту информацию для себя, которая с вами резонирует. Составляйте свою картину. Все правды сосуществуют одновременно. И все составляют одну большую истину. Отдельно правда – это ложь. Поэтому недоверие – это очень круто. Когда вы не доверяете себе и другим. Это очень круто. Доверяйте слепо – это бред, потому что... И верить кому-то. А потом винить. Ну ты же говори, а все не так. Потому что не надо верить слепо во все правды. Но каждая правда – она правдива. Но в маленьком вот этом кусочке, который не хватает для большой картины. Класс. Правду, веру, не веру, рассоздала, трансформировала. Мама, спасибо тебе за своей белочкой. Так. А еще про хурму и белочку. Я вижу тут свое желание подчеркнуть свою ценность. Ну у меня с ценностью вообще проблемы. Постоянно. Я то ценю себя, то переоцениваю. А нужно разрешить себе вообще любой быть. Постоянно разной. И вообще. Зачем из себя что-то строить? Расскажите про телепатию. У меня вот есть эфир про телепатию. А что там про нее рассказывать? Телепатия – это просто канал, по которому проходит информация. То есть это канал, связь между каждой клеточкой единого организма. То есть как сосуд получается. Один человек, второй человек, две клеточки между собой, связанные каналом определенным. По нему проходит информация. Вот язык – это слова, мимика, жесты, речь. Это язык. А телепатия – это зашифрованный язык, переходит по этому каналу. Как объяснить? Это не только читать мысли телепатия, это настраиваться на все, что можно. Считывать информацию, передавать информацию, менять объект, на который вы настраиваетесь, менять себя. Это какое-то такое обширное понятие. Желание курить – это о чем? Не знаете, куда себя девать, скорее всего. Там, блин, на самом деле, очень много желаний, почему мы курим. Не знаем, куда действовать напряжение. А напряжение – это всего лишь накопленное действие, которое нужно совершить. А мы не знаем, какое. Ну, то есть, себя не наблюдаем, не знаем свое творчество, как проявить себя. И поэтому мы курим, чтобы расслабить. Не знаем, куда девать свою энергию. Это одно из… За компанию, там, пообщаться. Я закрытый человек, а с сигаретой я открытый. Пошел, поболтал. Каждый по своим причинам курит. Кому-то нужно специальное дыхание. Сколько тут вопросов. Я прям не знаю, за какой зацепляться. Нелли, а ответ на задачу про котов и апельсины есть? Дочка спросила. А, конечно, есть. Я его в сторис неоднократно выкладывала. Ответ – 21. Кот – это 10. Апельсин – это 4. А, апельсин – это 2. Лапка – это 4. Одна лапка в конце, а не две. Поэтому это 2. У апельсина 2 листика. Это 2. В конце 1 листик – это 1. И умножение первое. Получается. Ну, короче, у меня задачка была. Посмотрите в посте, о чем я сейчас говорю. Сначала идет умножение. Мы котика умножаем на лапку. То есть 10 умножить на 2. Это 20. И прибавляем 1. 1 листик от апельсина. Получается 21. Какое отношение к метафизике? Игры нашего ума? Метафизика. Объясните, что вы имеете в виду под метафизикой? Потому что не понимаю. Вообще, я смотрю, мне кажется, уже четвертый час сейчас будет. Сколько мы времени в эфире? Я не помню, когда я зашла. Мне кажется, уже надо выходить. Да, пойду я. Еще и гости пришли. Я вас целую. Спасибо, что были со мной. Кто смотрит на YouTube, обязательно лайк, коммент. О, Олечка, привет. О, иди сюда просто, помаши ручкой. Я выхожу из эфира. Да? Да. Давай, полкай. Слушай, у меня, по-моему, четвертый час. Ну ладно. 10 минут. Привет. А здесь есть маска? Какая? Эти листинки. Это моя маска? Я не знаю, чья это маска. Ты блестишь тоже. Да? Да. Привет. Мы на вопросы тут. Слушай, я уже, по-моему, четвертый час. Хочешь, я могу поотвечать? Давай, мужа часто болит живот. Ну-ка, сядь. Быстро. Ответь на вопросы, мы пойдем. Скоро бля на бал. Скоро бля на бал. А вы знаете что? Пусть муж ваш следит за своим животом. Нечего брать чужую ответственность. Занимайтесь своей жизнью. И тогда вам будет хорошо. Привет, привет, привет. Привет. Все свои. Все знают Олю. Где вопросы? Оля, привет, горячий. Так, про живот. Ответь, что делать жене, если у мужа болит живот? А муж вообще интересуется, почему у него живот болит? Ну вот сам, да, за себя. Три классные красотки. Короче, поживи немножко своей жизнью, и мужа перестанет болеть живот. Сказала Оля. А сигнал какой это может быть? Жить своей жизнью? Да, живот. Это жизнь, да? Как бы вот как чувствовать из живота. А ты живешь? Как бы, ну, конечно, тебе муж это продемонстрирует. Класс. Оля, что у вас за курсы? Ну вот, Творца, собственно, а что мы говорим, что мы можем еще учить? Вот все, что тут в эфирах происходит. Вот творение реальности, вот каким образом вы сотворяете, да, эту реальность. Вот вы же пытаетесь как-то интерпретировать, почему у мужа болит живот. А вот тут уже как бы 10 всяких разных причин. Во-первых, там вы не живете своей жизнью, вы интересуетесь за мужа. В третьих там муж показывает, и в десятых там еще 133 всяких разных этих. Поэтому, и вот то, что даже вы уже спрашиваете такой вопрос, это уже говорит об этом. Как вы относитесь к... 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 Шо? А, к метафорическим картам. Я как раз про них говорила, что это очень круто. Очень крутая, да, штука. Это все язык бога. Астрология, карты, нумерология. Мы с Нелли. Вот, Оля, почему ты не выходишь в эфир? Потому что... Оля, в эфирах полкаждый день, слушай, я все время тебя там вижу. Я не выхожу в эфир, потому что... Что ты врешь? Я в... Я... Нет, ну сейчас тут вебинар, да, был. Вот. И... Ну я переехала, я живу в новом доме. И гнездюсь активно. Вот. У меня много всяких разных изменений в жизни. Поэтому... Поэтому как бы... Вот на эфиры сейчас времени нет, но очень хочется. Поэтому я влезла сюда к вам. Я так люблю поблоболить, что вот пришла тут эфир, и видите, я сразу на него попала. Оля, расскажи, пожалуйста, почему в организме паразиты? Ты очень много тем про паразиты, кстати, вот с братом рассказывала. А можно я фубор одену? Что? Не уходи. Ой, какая кофточка красивая. Да. И перчаточки у меня красивые. Так, все. Давай, рассказывай про паразитов. Слушай, у меня больше стало видно из-за твоей шубы. Серега, где все действительно? Да я вообще офигеваю. Девчонки, вы классные, спасибо, Вайл. Сериал про деньги. Мы сами в шоке были, мы даже не ожидали. У нас такой классный был... Сериал про деньги, Ольга ведет первую серию, ну и дальше потом мы уже вместе. Да-да-да, потому что деньги-то не деньги, потому что... В условиях всего мироздания денег-то не существует. Неужели вы думаете, вот задумка творца, там, на высоких вибрациях, деньги-то деньги? Это вы его думаете, что деньги-то или это просто инструмент, да? А вот на том, на другом уровне, как бы, это ни о чем. Выходила ли эфира, вот, вышла, да? Желание уже исполнилось, где-то вы еще не помало, да? А вы что? Да, вечер перестал быть томным, а мы когда вместе собираемся, у нас все время жарышка. То есть я весь вечер вела эфир, вечер был томным, а теперь нет. Не, мы когда вместе, мы начинаем усиливать друг друга. А где можно присоединиться информацией? О, господи, вы еще не смотрели сериал? Господи, боже мой. Ссылка в профиле на сериал, зайдите. Зайдите в Tab2Link, вот в этом аккаунте у Нелли, заходите в Tab2Link, и там прям сериал. И там, по-моему, много серий, Нелли его монтировала несколько месяцев, блин. Это вот козерожка, которая сидит и вырезает все мои эээ... Не, ну чтобы он был динамичный, классный, то даже картинки с котиками составлялась мечты. Ну, чтобы так это, еще титры делала, чтобы понятно было. Да, и там как бы, потому что это был тренинг, на самом деле, на целый день, на полдня, да? Там часов 8 или 9. И это живая, это все живая энергетика, оно там вот шло, как бы есть запись. Ну, это реально прикольно очень. Поэтому, прикиньте, сколько вообще труда это стоило, а люди, которые приехали, там еще есть разных городов, а они там заплатили за это, да, а вам это выложили вот в таком доступе, только в куртецком. Про паразиты давай, три слова. Кто такие паразиты? Ну, это те, кто хотят забирать, но не хотят ничего отдавать козерогу-близнецы. Они все знают, на самом деле, не такие уж я и близнецы, у меня очень много личных планет, и Нелли не такой уж козерог, да, потому что там есть моменты, да, кто в астрологии реально... Астрология тут всегда шуршит. Есть такие высшие планеты, которые, и аспекты, если они стоят с высшими планетами, то там, ну, goodbye близнецы, goodbye козерог. Это просто солнце работает по козерожье, да, там солнце работает по близнецам. Например, вот Нелли, да, вот козерог, структурность, четкость. Вот он приходит, у нее там план, все четко, да, как бы, но ей это даже в астрологии не надо рассказывать, потому что она себя хорошо чувствует, поэтому, ну, чувствует, как ей надо поступать. Поэтому вот она сидит там, пишет, печатает, разбирает все вот эти истории, у нее все четко, все этот, не дай бог. И поэтому она шпилит всех людей, да, там идет курс, я помню, я же сама когда-то у Нелли была на курсе, да, еще в прошлом году. И вот она дрючит, я думаю, какого хера, как бы, вот и пришли, да, деньги заплатили, как бы, ну, не хочет она учиться. Вот она ее, нет, она ее один раз, второй раз, третий раз она ее крышит, четвертый раз, типа, вытрясает результат буквально из человека. Я думаю, вот это упорство, думаю, вот это же козерожье, да, упорство, потому что, и вот так разгорается ее солнышко, да, поэтому. Ой, я не могу, ты сейчас приколола. И вот это солнышко, это личность, да, как разгорается наше я, какая связь с высшим я. А вот она себя вот так чувствует, поэтому, как бы, ей не нужны никакие рекомендации. Человек, который вот идет по своему пути, ее сразу видно, поэтому. А что вы ржете? Что смешного, я сказала? Да, как ты прикольно обо мне говоришь. Ну да, и вот, и у каждого, как мы же все индивидуальны, но вот это все очень просматривается. Или там, например, тема инвестирования, да, у Нелли очень крутая. Кстати, вы можете ей все скидывать свое бабло. Это тот человек, который может приумножать чужие деньги, кстати. Поэтому у нее во втором доме луна, да, ну вообще денежная, это не чумиха. И у меня тоже есть такое убеждение. Оля, может, ты мне тоже денег дашь, я тебе умножу. Да, да. И там восьмой дом так работает, и там еще эти узлы стоят, короче. Какие узлы? И вот я помню, мы с ней разговариваем, я говорю, слушай, тема инвестирования так у тебя это маячит. Она такая, о, да, у меня там биткоины какие-то, оказывается, где-то есть сразу. Потом она где-то нашла этот, говорит, ну потерян номер от кошелька, потом она находит от кошелька. И, короче... Миллион с чем-то у меня оказалось. Да. Нечаянно, я не знала. Ну, нечаянно, да, вот у нее оказалось. И, короче, и в результате вот сейчас прошло сколько, ну там полгода прошло, да? Полгода, да. Когда вот маленькую подсказку она сразу восприняла к действию, то есть задница была сразу поднята, вот и смотрите, каков результат, да? Ну да, если бы ты мне не сказала, я бы даже не вспомнила, что у меня биржи эти все зарегистрированы, там деньги есть тоже. Ну да, и вот так как бы слушаете ли вы свою реальность или не слушаете? Разговариваете вы с ней или нет? Слышите или нет? Ольга как гороскоп ходячий. Про Луну сегодня просто спрашивали про астрологию. Оля, у вас много планет во Льве, видимо. Не, во Льве у меня не много планет, у меня четвертый дом, по-моему, во Льве, а это пространство дома, ну, собственно, вы видите, да, вот как бы здесь у меня сколько золотишко-то. У меня вот дома идешь, практически корона на каждом, да, шагу, поэтому вот дом у меня видно, он весь такой, знаете, вот такой львиный, да, сюда заходишь, как это, как музей немножко. Да, кстати, у нее дома как музей. Я в картинной галерее нахожусь и в музее. Да, да, я очень люблю, как бы, вот даже сейчас в новом доме я уже начала на стенах рисовать. У меня будет хай-тек полный вообще, просто, ну, по последней технике компьютеризированный. Я так не могу. Девочки, как раз создаются шаблоны, блин, вот я не знаю, сколько можно вот эти вопросы задавать, ну, блин, у вас уже столько... Столько бесплатных видосов, столько всего. Ваши шаблоны, это ваш, там, фильтр вашего бытия, они не просто так, знаете, не рассоздаются, надо над собой поработать. Я родилась 12 января, а я 18 июня. А, я думаю, здесь кто-то пишет. Да, спрашивай, спрашивай. Ну, или какого числа ты родилась? Про паразитов. Я как козерог, я же тебе не дам уйти с этой темой. А мне бы лево пиздить без конца, лишь. В солнце-то в близнецах, оно же так загорается. И паразиты, это те, кто любит брать, но при этом не отдает, правильно? Такие вот паразитирующие образы. Да, сибориты. И, ну, что случается с теми, кто является только потребителями? Потребляешь ты от недостаточность, у тебя внутренняя соска, у тебя внутренняя недостаточность. Дай, 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 вот тебе хочется, знаете, вот как у мамки соску. Вот это просто, ну, как бы, ты еще ребенок. Если ты только способен брать, ты только ребенок, ты в детской позиции. Что за бред слушает целый час? И тебе надо это, вот эту сосочку, да, там типа, дайте сиську. И ты, когда у тебя вот это недостаточность, дай, 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 ты вот ребенок только дай, дай, пока он не может отдавать. Хотя даже и дети отдают нечто, да, своим родителям. Они генерируют в них. Ну, паразитарный образ жизни, да, паразитарный образ мысли, как бы вот урвать, как бы там, знаете, вот как бы сэкономить, так я сделала эту жизнь, я там урвала, там. Ну, то есть, если вы, это из недостатка. Можно, можно радоваться любой распродаже из избытка. А можно, знаете, танцевать лесгинку от недостатка. Если это порождено вот этой недостаточности, да, вот, например, вся Библия, она написана из избытка, поэтому люди не понимают, почему там подставь другую щеку, да, потому что там совсем другое миропонимание, там картинка мира совсем расширенная. А тут, прикиньте, ты вот все время вот в такой позиции, дай, 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 у тебя вот этот ищущий взгляд, и ты такой вот, такой вот вибрируешь, так этим внутренним недостатком. А когда у тебя много, да ты вот, прикиньте, ты вот только и хочешь делиться, да, у тебя умножаешь, ты умножаешься, умножаешься, ты нашла. Причем не важно, сколько у тебя денег, имеется в виду много чувств, любви, да, внутри. Да, человек нашел тем, чем у него, что у него бесконечно есть, чем он может делиться. Вот она выходит в эфиры, да, вот она делится. Она нашла тот бесконечный ресурс, который умножается, умножается, умножается. Вы здесь сидите, вас все становится больше с каждым разом, курса больше, да, все плодится. Генерируется вот этот поток, вот этот много радости, много людей, понимаете, вот таким образом и идет расширение. Но это же можно, то же самое можно делать из недостатка. Как бы там, что, как бы урвать, выйду в эфир, сработаю побольше, да, там. Типа, а я заработаю, сейчас прямого эфира ты всех делишь. Да, ну то есть, делишься ты или находишься вот в этой соске, да, вот этот, все, это два разных мира ощущения, это, вот, вот это и есть про паразитов, да. И из какого состояния вы что-то делаете, как раз я вот полчаса до тебя рассказывала, у нас есть состояние, неважно, что я делаю, из какого состояния иду к доктору, делаю подбородок себе, из состояния то, что я себя не люблю, или из состояния я, наоборот, себя люблю. Да, здравствуй, двадцатические операции. Да, два разных состояния любого действия. Да, если вот это, как бы, ну, красота, там, предположим, ну, можно быть, да, в некой там зацикленности, можно быть в зоже, но не в общении из избытка, да, не из недостатка. Вы все можете делать из избытка, но это же внутреннее состояние, это такая вот, ну, вы генерите совершенно другое ощущение, да, и вы вот это начинаете плодить в вашем мире. И этим реально хочется, ну, блин, прикиньте, вот у меня вот, ну, много у меня этого, блин, кому, а я еще отдаю, мне еще больше становится, что я буду делать? Я буду еще больше отдавать. Но никак вот не зажимать, никак вот паразитарно, тогда вот начинаешь уже там считать, ну, ты мне, я тебе, что-то там сальдо 9 кремит. Если отдать старую одежду, новая появится, если вы ее отдаете с чувством, чтобы получить новое, то нет. А если вы просто отдаете, потому что у вас ее переизбыток, то да. А я бы по вашему вопросу сразу сказала, что вы в недостатке. Вот ваш вопрос уже свидетельствует само себе, потому что это не если. Я поэтому с этого и начала с первого. А если, то, да, как бы, нет. Я просто хочу вот раздавать свои вещи, мне все равно появится новая одежда, не появится, блин, новая одежда, знаете. Просто хочу поделиться. Даже вот то, что я не ношу, но я все равно хочу поделиться. И мне будет очень приятно, если она кому-то подойдет. Сейчас пойду в твой шкаф делиться. Шутка. Да. У меня мама так делает. Я когда к ней в гости приезжала, там, на Камчатку, она такая, о, ты когда приезжаешь, доча, у меня как триггер срабатывает. Пойду я, короче, со шкафов что-нибудь выкину. Я говорю, зачем? Она такая, ну, я хочу, чтобы он заново чем-то заполнился. Я говорю, ух ты какая. Она при мне выкидывает платье, стук в дверь. Вот буквально, ну, минут пять прошло. Приходит подружка, говорит, слушай, я себе куртку тут купила. Она мне что-то не подошла. Возьмешь, а мама как раз-таки точно такую же хотела. Ну, все. И она такая, так, что бы еще выкинуть? Каждый раз, когда ей что-то нужно, неважно что, она просто идет и что-то выкидывает. Но не из-за того, чтобы что-то получить. Она ржет над этим. Ну, то есть ей смешно, она хи-хи-ха-ха. То есть у нее нет такого специального, я пойду, выкину. И поэтому что-то там получила. Она просто угорает. Ну, как... Коля, скажи. Ну, мы же все равно все делаем для себя. Конечно, смотрите. Если я наполнена, только тогда я могу делиться, только тогда все, ну, вокруг меня, как бы, вот работает эта раздатка. Если я сижу в говне, грубо говоря, чем я могу делиться? Говном, да. Если я сижу в любви, чем я могу делиться? Любовью. Смотрите, если я себя обделила, то как я буду делиться? То есть сначала должна быть я наполнена, и только потом я могу делиться. а вы спрашиваете, все ли мы делаем для себя, конечно, сначала я делаю для себя, и только потом, когда я переисполнена, когда у меня переизбыток, я способна делиться, так я способна делиться тем, что у меня в переизбытке, правильно, если я сижу в говне, унылым говном, таким, знаете, как бы у меня везде пиздец, то как бы я этим условно не поделюсь, и вы навряд ли придете сюда, и мое окружение тоже будет соответствующим, как вы понимаете, да. И отдаем тоже, мне так кажется, отдаем мы тоже для себя, блин, прикиньте, мне нравится отдавать, мне нравится делиться, конечно, блин, я делюсь, потому что в первую очередь мне это нравится, я делюсь из-за сбытка, только что же это рассказали. Оля в инстаграме, я подписана на очень малое количество людей, она у меня в друзьям, зайдите, посмотрите, там Олю найти, она у меня одна. Да, а вещи просто, которые не носишь, зачем их в шкафу держать, если есть страх выбросить, то можно попробовать, чтобы понять, что это не страшно, и голой не останешься. Ну, надо не пробовать понять, а выкинуть и посмотреть. Ну да, или как бы, ну, смотрите, вас либо что-то цепляет, либо что-то не цепляет, вот цепляет вас, вот, например, вот Нелли, да, у нее вот все, она любит в порядке, она вот, например, убираете даже у меня в гардеробе. Если у меня везде такое, знаете, безнецовское хламище, и в этот, я такая, ну, я просто кайф получаю от этого. Да, ну вот, ну, как бы у человека, я говорю, вот такое, как бы, солнце, козерожие, она себя хорошо понимает, такая, пришла ко мне такая, и все, и я такая захожу, у меня такого порядка в жизни. А я просто хотела пошопиться, был карантин, было все закрыто, и Оля такая говорит, а у меня там шопинг огромный, там, большая комната, и там вещи вот так вот, 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 блин, и я, короче, о, мне просто хотелось помериться. Я пока там все перемерила, я каждое платье одела, там все перефоткалась, короче, в новом состоянии, покупать не нужно, я не шмотница, я люблю одни джинсы, одну футболку, и мне больше ничего не надо. Вот, ну вот, просто, пофоткаться там, и пришлось вот идеальную частоту навести. Да, и как бы, у меня, например, перебирать там. Да, мне вот, например, я тоже чувствую, что мне нравится отдавать, мне нравится даже, есть вещь, например, которую могу носить, но я могу ее подарить, мне нравится делиться. Мне нравится там что-то отдавать, мне нравится, когда, ну, то есть, это все зависит от вас, вы себя слушаете, хорошо вам или нет. поэтому нужно просто выкидывать нет вот такого нет универсального совета но я когда выкидываю когда чувствую что мне хочется выкинуть и я знаю что будет очень много времени потрачено на то чтобы найти кому это отдать а иногда я просто блин обзванию всех подруг у меня на это не то что время есть а я вот только вот все освободила ради этого времени чтобы раздать весь свой гардероб то есть у меня бывает разное состояние я не парс ничего не выкидываю у меня и недвижимость машину как бы и я не чувствую что я наоборот давайте там еще оля плюшкина на все собирает и все раздаю не вопрос как бы шмот я часто там раздаю то есть мне просто времени даже нет элементарно даешь конечно те год назад нет вот любила недавно который убирается дома на вот у меня вынесла недавно три пакета до этого еще четыре пакета я наоборот постоянно даю тогда ладно да 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 оля руки не помыла с улицы еще вот так вот это вы мне к чему говорить что ли я тоже могу оля зараза к заразе не липит это же убеждение в котором живем поэтому ольга руки помыли с улицы не трогайте на что это такое вообще люди вы чего чего каждый столько всего бои я я только шубу сняла еще пойдем чай да мы пошли 4 часа слушать прямой эфир был без без конца что да ладно она вообще не прерывалась вот это как теперь телефон сохранит этот эфир я не знаю блин ну короче мысли наши он не помыть руки нелли когда нелли всегда в наряде внутреннем мне просто неудобно переезжать из страны в страну которых путешествиях я привыкла жить не цепляясь за один дом и мне сложно перевозить вещи поэтому не приходится хранить чем кололи чтобы волосы вот эти твои выросли и я взгляну в инстаграме рассказываю про плазму терапию всех комментировали кто только мог это уже никогда в жизни не пойду я лучше лысая буду ходить чем пойду как оля сначала у нее взяли кровь сделали из нее плазму а потом всю голову извините утыкали этим уколом я люблю жесть и я прекрасно себя понимаю вот у меня есть такие энергии и нет нужно реализовывать вы также как нелли хорошо понимает себя до свой организм как бы как мне солнышко луна разгорается вот так же я например понимаю я и я знаю что у меня есть жестяковая энергия и тукали все звены мне там берут там 5 10 фото монтаны из башки растут такие получилась похоже ну его нафиг мы все разные мы все рода и мы все божественны в этом плане поэтому а кому подходит кому нет кому пиявки давай прощаться кстати пиявки мне очень понравились вообще как кайфанул я в дом лежат и купила вот теперь я буду пиявками польза кстати советую кто хочет бросить курить сделать хотя бы одну пиявку в пупок и вы больше курить не захотите проверено на себе все мы пошли пить до